Девушки отдыхают Но тем не менее, все это произошло на самом деле, а участники и герои этих событий живут рядом с нами Обычно приговоры преступников, заключенных в тюрьмы, смягчаются за примерное поведение Но только не в центральной тюрьме Клонг Прэм, что в Таиланде В этом исправительном учреждении в ходу совсем иные добродетели, а именно сила, ловкость и выносливость А уж если арестанты и выходят на свободу по амнистии, то не только с чистой совестью, но и с разрядом по боксу На свободу с чистой совестью и сбитыми кулаками Смелые фантазии и кинематографисты во тюремных боях воплощены в, наверное, самой страшной тюрьме Бангкока Клонг Прэм Попав сюда, на свободу есть только два пути Первый и самый простой, но очень долгий Отбыть все наказание от звонка до звонка Второй проще, но жестче Добыть долгожданную волю на боксерском ринге Практика, когда победителю в схватке даруют волю или сокращают срок, в этой тюрьме действует с 1767 года В тюрьме организовали турнир по тайскому боксу Само собой, по всем утвержденным Международной Федерацией правилам Здесь каждый тренированный тайский зэк, а тренируются они упорно и целеустремленно Ведь на кону свобода должен победить приглашенного бойца-профессионала с воли Получается все честно, бойцы друг дружку не знают, встречаются впервые И как-то подтасовать результаты боев не получится Меня зовут Тунай, я сижу за убийство Мой срок почти 11 лет В тюрьме я 2,5 года На воле я был боксером Я все время тренируюсь, чтобы скорее отсюда выйти А я здесь за наркотики, 3 года уже Я никогда не занимался боксом С каждым боем я становлюсь лучше Сложно было бороться с сегодняшним белым парнем Но я победил Думаю, начальник скостит мне срок Если кажется, что стать мастером Мао Тай в неволе легко, а чем еще заняться И заветная цель вроде как весьма осязаема То я вас разочарую У кандидата, которого допускают к боксерской груши Должен быть лояльный к режиму послужной список А бы кого на ринг не пускают Интерес бойцов с другой стороны забора – деньги Как правило, сорвать куш и проверить свои навыки на ринге В Клонг Прэм приезжают американцы или европейцы Которые изучают Мао Тай в местных школах боевых искусств По статистике, 9 из 10 боев заканчиваются победой заключенных Не мудрено, для них каждый день в этих стенах С точки зрения бойца не проходит даром Взгляните в эти лица Это победители сегодняшнего чемпионата Свою волю они заслужили потом и кровью Наверное, многие из нас уверены Что внушительный вес – это своеобразный знак качества для поваров Что благодаря своим солидным размерам Они априори внушают доверие посетителям ресторанов В которых работают Однако роскошность линии форм Может сыграть злую шутку даже с очень хорошим поваром Власти Новой Зеландии отказались продлевать рабочую визу Гражданину Южноафриканской Республики Альберту Буэтунхуису На зеленый континент Буэтунхуис прибыл уже в далеком 2007 году И устроился шеф-поваром в один из ресторанов города Крайсчер Ресторанчик с приходом нового специалиста Стал самым популярным местом для местной богемы и истеблишмента И местных чиновников, которые в итоге и отказали Альберту в продлении рабочей визы Из-за весов 130 килограмм, считая, что это станет причиной серьезных проблем со здоровьем А социальным службам придется тратить деньги на его лечение Ирония судьбы заключается в том, что по приезду в Австралию повар весил еще больше 160 килограмм, и это никого не смущало Может, все дело в том, что повар просто похудел? Вы смотрите разные новости на телеканале РАС-ТВ И сейчас самое время узнать, что интересненького подготовил для вас и нас наш коллега Евгений Белоголовцев Здравствуйте, друзья! Наверное, каждый из нас так или иначе любит свою работу И эта любовь основывается на множестве факторов Интерес или зарплата, хороший график или удобное расположение и так далее и тому подобное Но сегодня наша рубрика познакомит вас с людьми, для которых все вышеперечисленное не имеет особого значения Хотя деньги и выходные еще никто не отменял Но для наших героев работа это в первую очередь неисчерпаемый источник адреналина Чем занимаются романтики с большой дороги? Да и где их вообще искать? Быть может, в другой планете? Или все-таки в нашей многогранной столице? Например, на вершине небоскреба Несмотря на модные тенденции и тренды последнего времени Этих ребят перспектива сидеть в душном офисе или стоять за прилавком магазина никогда не привлекала Карабкаться по стенам сложных высотных зданий, выполняя хитрые маневры, подобно акробатам большого цирка Их призвание и жизненная необходимость А пока суть до дела Пока нет соответствующих заказов Наши герои соревнуются, чтобы не потерять форму и отточить жизненно необходимые навыки Человек понимает, что любой элемент его снаряжения держит примерно 2-2,5 тонны Это примерно вес машины, ну среднестатистической машины То что может случиться? Ничего не может порваться просто так Только неверная ошибка человека, неверные действия Уму непостижимо, но среди этих брутальных парней встречаются и дамы Которые на первый взгляд кажутся такими хрупкими и слабыми Я не люблю работать в офисе, в здании И поэтому для меня такой вид работы был самый подходящий Потому что в качестве подработки это было идеально Во-первых, это весело, всегда какие-то происходят события Особенно, когда ты висишь на жилых зданиях каких-нибудь Там люди реагируют интересно, потому что девушка висит на веревке Такова работа, спорт и хобби в одном флаконе под названием Интересная жизнь героев, для которых большая стена – это не препятствие, это путь Анна Сухова, Дмитрий Ермилов, РАЗ-ТВ Согласитесь, даже спортивные состязания этих мужественных людей Не могут не вызывать восторга и волнения А что уж говорить про их рабочие будни Остается только добавить, перефразируя Владимира Высоцкого Лучше стен могут быть только стены, на которых еще не бывал Сосим, прощаюсь, до встречи через неделю А сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном Скажите, Вы бы купили свечи, которые маркированы как «вонючие»? Если нет, то знайте, что есть люди, которые покупают Американец Джефф Беннетт смертельно устал от таких скучных ароматов, как ваниль, лаванды и прочее, прочее, прочее Поэтому и придумал свои альтернативные запахи кожи, карандашей, древесины, влажной травы, денег и даже автомобильного выхлопа Бекона, вина и фастфуда Удивительно, но свечи, названные изобретателем «вонючие», весьма неплохо продаются Более 12 тысяч бесстрашных гурманов приняли участие в очередном ежегодном фестивале дикой еды в новозеландском городе Хакитика Его главной особенностью, конечно же, является рацион питания участников Который включает опоссумов, овечьи мозги, улитки, чили в шоколаде, разнообразных жучков, червячков и множество других аппетитных угощений Устав от вопросов, почему ты еще не замужем, Сюзанна Хейнс решила раз и навсегда расставить все точки над «и» и завела семью из манекенов Вот так! Ее муж и ребенок – пластиковые куклы, и теперь Сюзанна живет в окружении семьи своей мечты и активно фотографирует свою семейную идиллию Создателем этого уникального музея является гончар Чез Гэллиб, который заполнил помещение, расположенное под его магазином, глиняной посудой, образцами волос многих женщин, посещавших это место Локонами покрыто все, кроме пола – стены, потолок и другие всевозможные поверхности Причем все волосы подписаны с указанием имен и адресов их владелец 14 лет назад Стив Фугайт решил для себя, что в качестве терапии после смерти своего сына и чтобы заглушить боль и тоску, пешком пройдет всю Америку С тех пор он сделал это шесть раз, преодолев таким образом 34 тысячи километров И в данный момент совершает свою седьмую попытку, неся за спиной транспарант с надписью «Любите жизнь» Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ и в сегодняшней программе вы узнали Чем можно заслужить досрочное освобождение из тайландской тюрьмы Клонг Прэм? За что отказали в работе отличному повару Альберту Буэтэнхуису? Для кого работа является источником адреналина? Что сделала Сюзанна Хейнс, устав от вопроса «почему ты еще не замужем?» Какой музей функционирует в турецкой Каппадокии? Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете До встречи!